Обидное поражение. Готовились мы и к другой игре, и настраивались только на победу. К сожалению, поражение. Причины? Ну, первый тайм нужно было забивать гол. Гол было у нас и преимущество, и противник отдал инициативу и территорию. Нам, к сожалению, забили. В первой же атаке, которая завершилась ударом, противник забил гол. Во втором тайме у нас, наверное, не получилась игра. И второй гол ввел команду в какой-то ступор. И вообще была нервозность, особенно это касалось защитников и ключевого единоборства. В своей штрафной мы проиграли и, как следствие, проиграли игру. Ну, прессинг невысокий был, они отошли на свою половину поля, и линия обороны у металлиста была на линии штрафной. Поэтому тут я с вами не согласен. А то, что они плотно играли в середине, то плотно играли возле своих ворот. Да, и причины, почему не получалось доходить до ворот, причин много. И тоже я не стал бы сейчас говорить конкретно, кто, но, если ошибаются защитники в самой начальной фазе, то сложно. Тоже касалось и игроков группы атаки, и технические браки, и неправильное принятие решений. Поэтому здесь, наверное, я бы покритиковал всю команду. Я бы конкретно на личности не переходил. Да, команда приехала, не скажу, атаковать нас. Металлист не атаковал нам, они отдали нам мяч, отошли на свою половину поля и хорошо оборонялись. Перекрыли Кравченко, да, это было четко видно. Но гол с углового здесь, там не знаю, как можно нас разобрать в атаке. Да, у нас не получалось, это заслуга игроков-металлистов, безусловно. Не буду вспоминать статистику, отыгрывались ли мы во второй лиге. Но нужно, понятно, эту проблему нужно решать, нужно уметь и отыгрываться по ходу матча. Насколько это хроническое, я не знаю. Покажет первая лига, понятно, играть гораздо легче, если ты забиваешь первым, это понятно. Но будет ли это для нас проблемой в будущем, посмотрим. Нам действительно нужно решать эту проблему, нужно, понятно, вот так вот все противники, скорее всего, будут играть у нас дома, так точно. Нам нужно быть готовыми к тому, что мы будем пропускать контратаки или проигрывать. Поэтому нам нужно иметь какое-то решение для того, чтобы проходить большую оборону, насыщенную. Каким образом? Ну, в принципе, мы знаем, как это делать. Сегодня это не получалось. Ну, смотрите, о негативе мы не думаем, это первое. Во-вторых, ну, первая лига гораздо сложнее. Другой момент, мы видим, насколько даже фавориты здесь теряют очки, теряют очки и дома. Поэтому, ну, здесь я не буду сейчас загадывать или пытаться там спрогнозировать. Нам нужно проигрывать как можно меньше. Это понятно. Но тот стиль, в котором мы играем, и команды против нас играют таким образом, что отходят, не дают нам пространства. А у команды напротив получается много пространства за спиной защитников. Поэтому, если у нас не будет надежности, если мы тяжело будем охранять вот это большое пространство, которое за спиной, полполя, конечно, есть и быстрые игроки в первой лиге, то, может быть, нам придется садиться ниже и давать возможность противнику владеть мячом, отдавать им инициативу для того, чтобы они сами почувствовали, как это играть. Потому что, действительно, футбол в первой лиге довольно сложный, мало команд комбинируют. В основном ждут ошибку противника. Вот тоже получилось и сегодня. Гол со стандарта и три раза к воротам. Но вот в этом и есть сложности. Нам нужно сделать, чтобы подходы к воротам не заканчивались голами. Поэтому нам нужно работать над действиями в обороне всей команды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!